Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком серьезном состоянии, как инсульт. Он страшен высокой смертностью, а также тем, что после него люди часто становятся инвалидами. Поэтому важно знать о реабилитации и профилактике. Здравствуйте! Мне только спросить. Давайте поговорим об инсульте, потому что очень страшное заболевание. Очень серьезная проблема. Сережисосудистые заболевания, куда входят и инфаркт, и инсульт, занимают одни из лидирующих мест как по заболеваемости, много пациентов этим болеют, так и по смертности, то есть в расчете на определенное число населения, так и по летальности, то есть те, кто умирают именно в больницах. Также эти болезни срежисосудистые занимают лидирующие позиции в инвалидизации. Самый молодой инсульт мы видели в 23 года. Это была молодая девушка, которая принимала контрацептивы и курила. Хотя в инструкции четко написано, при сочетании контрацептивов и курения повышается риск тромбозов. Был небольшой инсульт. Каковы причины возникновения? Вот вы сказали, девушка принимала таблетки и курила. Ну это, наверное, достаточно нечастая причина. Риски повышаются как у мужчин, так и у женщин при наличии гипертонии. Это раз. Соответственно, даже повышение, даже снижение на 10 мм ртутного столба давления снижает риски инсульта. Это уже доказанные вещи научным образом. На втором месте я бы назвал все-таки то, что мы называем генерализованный атеросклероз. Это повышенный холестерин. Наличие диабета также повышает риски инсульта. Наличие избыточного веса, особенно, я уже говорил много раз, абдоминальное ожирение, пивной животик у мужчин. Так вот, мужчинам, опять же, в этом наблюдательном исследовании повезло меньше, которые проводили зарубежные наши коллеги. У мужчин при наличии определенных, вывели норму, объем бедра, объем талии, живот там, где должна быть талия, и пришли к определенной норме. При превышении этого значения у мужчин повышался почти там в 2 раза риск инсульта, у женщин чуть поменьше, в 1,7 раза. То есть элементарно повышенный вес повышает риск инсульта. Кроме того, об этом говорят коллеги-эндокринологи, наличие лишнего жира мешает работать своему внутреннему инсулину. И со временем все, кто имеет повышенный вес, вполне могут прийти к сахарному диабету. То есть уже один фактор риска наслаивается на другой. Да, курение. Курение, как и чрезмерное употребление алкоголя, повышает, сгущает кровь, во-первых. Во-вторых, тоже курение – это атеросклероз, это отложение бляшек. Ну и у женщин в детородном возрасте при сочетании с курением это неконтролируемый, наверное, прием оральных контрацептивов. Говорят, спокойствие, только спокойствие. Как влияет наше… Сейчас модно говорить о так называемом стресс-менеджменте, как с ним справляться. Каждый справляется по-разному. Стресс, его измерить затруднительно, но доказано, что и в сердечно-сосудистой смертности общей, так и в риске инфарктов, инсультов, смертности, стресс имеет серьезное значение в возрастной группе и у молодых мужчин. Именно больше как-то мужчины, наверное, больше держат в себе. Женщины эмоционально, наверное, выплескивают от наружу. Это их, наверное, спасает. Поэтому надо искать свои способы стресс-менеджмента, не борьбы со стрессом, мы от него никуда не денемся. Понять, принять – это как работа над собой, как рекомендуют психологи. Многие этого не понимают, но на самом деле надо задать себе вопрос. Чего ты хочешь, а как ты хочешь? И как ты с этим… Что можешь изменить, что не можешь принять? Это тоже стресс-менеджмент. Это хобби, это отдых, это общение с родными, близкими, друзьями, единомышленниками. И еще к стресс-менеджменту я бы отнес регулярную физнагрузку. Доказана уже была такая научно-популярная информация, что при всем обилии, ну, наверное, в городе Калуга это легче, в районах сложнее найти ту или иную физнагрузку, которая будет комфортна для пациента, для человека. Надо искать то, что будет приносить удовольствие. Давайте перейдем к симптомам. У вас здесь картинка такая, мозг 4-5, что это такое? Да, ну, несколько лет в стране уже действует прежде всего в столице такая стратегия, мозг 4,5, реализуют наши коллеги-неврологи в столице. У неврологов есть 4,5 часа, это те золотые часы, когда можно провести одну из современных методик, это тромболизис. Наиболее частые симптомы – это вот мимика нарушена, лицо перекошено, это замечают родные и близкие, это замечают коллеги, это замечают окружающие. О, ослабла рука и нога. Чаще всего страдает рука, потому что в головном мозге больше зон, которые отвечают за функцию руки. Затруднена речь, она может быть либо смазана, нечеткая, как каша во рту, либо при каком-то элементарном вопросе не понимает человек, как зовут, сколько лет, что болит. Это афазия, это нарушение речи. Может быть нарушено как понимание речи, это можно понять при нескольких вопросах, так и воспроизведение речи. Вроде понимает, есть такие пациенты, но могут объясниться жестами. Ну и тут, итак, мимика нарушена, ослабла рука или нога, затруднена речь. Главное – максимально быстро вызвать скорую помощь. Это у вас даже ролик был на эту тему. Ролик, вот мы его, как говорится, пытаемся популяризировать. Мозг 4,5. М. Мимика нарушена. О. Ослабла рука или нога. З. Затруднена речь. Г. Главное – вовремя позвонить скорую. Вообще, какова статистика смертности и инвалидности? По данным где-то 2016 года в мире случается порядка, ну, где-то, наверное, около 17,9, ну, почти 18 миллионов инсультов в мире. Из них на 2016 год погибали 5,7 миллионов, почти 30%. Это колоссальная статистика, это серьезная статистика. У нас в Российской Федерации с 2008 года принята так называемая сосудистая программа. Она называется программа по совершенствованию оказания помощи больным с инфарктами и с инсультами. В Калужской области программа работает с 2011 года. У нас региональный сосудистый центр Калужской областной клинической больницы. Это Сосновая роща, первичные сосудистые отделения, Киров и Борск, такие же первичные сосудистые отделения. До начала, скажем, более активного внедрения реабилитационных программ, уже порядка, наверное, года два уже начата программа по совершенствованию мер реабилитации, в том числе в нашей области. До этого лишь 10, ну максимум 20% перенесших инсульт пациентов могли вернуться к прежнему уровню мобильности или трудоспособности. То есть, ну, 8 из 10 не могли. Серьезная статистика. Это страшно. Это страшно. А сейчас у нас развивается реабилитация, в том числе в Калужской областной клинической больнице. Конечно же, со временем и с вмешательством наших реабилитологов исходы по восстановлению, они лучше. Калужская областная клиническая больница, отделение реабилитации в этом году получило, на мой взгляд, уникальное оборудование для восстановления пациентов после инсультов, восстановления пациентов после черепно-мозговых травм, восстановления пациентов, перенесших какие-то другие острые сосудистые эпизоды. Это наше новейшее оборудование называется транскраниальная магнитная нейромодуляция с системой навигации. То есть, это оборудование позволяет нам магнитным полем воздействовать на определенные точки коры головного мозга разными способами. То есть, либо мы можем затормозить, либо мы можем подстимулировать определенные зоны коры и помочь головному мозгу восстановиться после перенесенного острого эпизода. Мы загружаем МРТ конкретного пациента в систему. Система знает, что у нашего пациента вот такое конкретное МРТ. После этого мы должны зарегистрировать нашего пациента, то есть показать оборудованию, где находится пациент. Мы одеваем референсный датчик, линза видит нашего пациента. После этого мы должны внести в систему данные о том, где находится головной мозг. Соответственно, мы вводим определенные точки и их фиксируем. В это время наш пациент категорически не шевелит головой. Он об этом у нас предупрежден. Знает, что головой шевелить, пока идет регистрация, нельзя. Мы зарегистрировали три точки. Этого у нас недостаточно. Мы продолжаем регистрацию. Вот обратите внимание на датчик, да, перо, поинтер я поставила на определенную точку головы. И дальше мы с вами начинаем рисовать кривизну головы. Смотрите, видите, да, то есть я рисую, по сути, карандашом кривизну головы нашего пациента. После того, как мы загрузили в систему МРТ конкретного пациента, мы должны провести систему навигации. То есть мы должны найти ту точку, на которую мы планируем воздействовать нашим аппаратом. Это так называемая навигация. Поэтому процесс навигации представляет из себя следующий. Мы находим определенную интересующую нас точку в головном мозге. Мы ее называем горячей точкой. В этой двигательной точке мы определяем порог моторного ответа. Это индивидуальная величина для каждого пациента. И в зависимости от порога моторного ответа мы рассчитываем протокол, да, интенсивность воздействия на те или иные точки головного мозга. Что такое горячая точка? Горячая точка – это точка, в которой, например, мы видим максимальный двигательный ответ. То есть горячую точку, если так сказать по-простому, мы определяем следующим образом. Я примерно понимаю, да, где в КАЭ находится точка, отвечающая за отведение большого пальца руки. Соответственно, воздействуя на эту точку, нашим аппаратом я могу добиться ответа, моторного сокращения руки. То есть я подаю стимул сюда, у пациента в ответ непроизвольно сокращается рука. Вот, видите? Это койл, которым я шевелю. Я шевелю им здесь, вы видите, его там. Вот, видите, да? Соответственно, точку воздействия койла я совмещаю с найденной нами заранее точкой воздействия. Вот она. В этой точке мы должны зафиксироваться, потому что процедура, протокол у нашего данного конкретного пациента занимает 20 минут времени. Сейчас мы будем воздействовать на интересующую нас точку. Точка нашего воздействия как раз М1, то, что мы с вами обсуждали, горячая точка, да, в противоположной стороне поражения. Готовы? Готовы. Начинаем. Соответственно, вот так вот проходит процедура. Наверное, нужно рассказать немного о пациенте. Это Василий Николаевич. Он перенес инсульт в апреле, и сейчас уже проходит второй курс реабилитации. Надо сказать, что когда у него случился инсульт, он не мог ни разговаривать, ни ходить, ничего делать. Сейчас ему гораздо лучше. Сейчас Василий Николаевич у нас проходит второй курс реабилитации, где у нас отмечается хорошая положительная динамика, потому что на сегодняшний день Василий Николаевич у нас независим в быту, да, то есть он не зависит от ухаживающего. Он может самостоятельно передвигаться с опорой на трость, но тем не менее самостоятельно передвигаться в пределах отделения. Он может дойти от своей палаты до нашего кабинета, это порядка 50 метров. Он самостоятельно посещает туалет. То есть на сегодняшний день наш пациент независим в быту. я спросила им не ответили а если у вас остались вопросы обращайтесь к нам мы знаем где найти ответы